Накануне Дня России в Славянском районе во второй раз состоялась Всероссийская интеллектуальная игра «Риск», посвященная этому празднику. В игре приняли участие члены Славянского отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Специалисты Славянской межпоселенческой библиотеки, в читальном зале которой и состоялась интеллектуальная игра, оказали большое содействие ее проведению. Перед началом игры ребята, а это были старшеклассники и студенты, смогли поучаствовать в исторической викторине, где нужно было вспомнить важные вехи из истории нашей страны. Игра проводилась только во второй раз, но она уже заинтересовала ребят. Я играла в прошлый раз, но в этот раз я фотографирую, и мне очень понравился, очень интересный подход к игре, вопросы, в том числе и дресс-код, это что-то необычное. Я привыкла к обычной игре что, где, когда, а тут что-то новенькое. Мы не знаем вопросов, мы знаем примерные темы, и к этим темам мы находим нужную нам информацию, которая поможет нам ответить на вопросы. Заведующая правовым отделом библиотеки Валентина Чалик рассказала участникам игры о том, как Россия обрела государственный суверенитет. Проводила игру ведущий специалист Центра патриотического воспитания молодежи имени Героя России Геннадия Николаевича Трошева Татьяна Бергин. Игра «Риск» расшифровывается как «Разум, интуиция, скорость, команда». Действительно, она проводится в нашем районе всего второй раз. Первый раз была посвящена Году театра, и сегодня будет посвящена Дню России. Инициатором этой игры является Всероссийское движение «Волонтеры Победы». Сегодня именно члены Славянского отделения «Волонтеров Победы» станут участниками этой игры. Игра интересна тем, что помимо обычных вопросов по типу игры «Что, где, когда», ребятам приходится еще и рисковать, делать ставки и ставить под сомнение все предыдущие вопросы. В ходе игры ребята отвечали на вопросы из трех блоков. Рекорды России, природа России и интеллектуальная победа. Вопросы были совсем непростыми. Их представил двукратный обладатель интеллектуального «Оскара» Российской ассоциации интеллектуальных клубов Анатолий Минаев. В игре победила команда «Мистейк». Все игроки получили памятные призы и грамоты. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».